Пореветствую вас в 16-й части прохождения Mountain Blade Bannerlord. Что ж, у нас множество проблем с балансом и тем не менее разработчики оставили до сих пор, до сих пор в игре возможность зарабатывать огромные суммы на кузнечном деле. Может быть они оставили это специально для того, чтобы у игроков была какая-то возможность противостоять отсутствующему напрочь балансу в этой песочнице. Не знаю. Давайте проверим. Я уже пробовал с кузнечкой что-то, но не получилось, потому что я был особо не в курсе, как это все там можно использовать. Сейчас я немножечко изучил, как это работало на прошлых патчах, посмотрим, работает ли это в новейшей версии. И если да, то я попробую сколотить деньги, которые мне помогут в конечном счете либо вести войну, либо нанять к себе дополнительных лордов, скажем. Деньги у меня очень сильно уменьшаются в геометрической прогрессии. Я что придумал? Я, значит, не буду теперь продавать оружие, а буду его перековывать. Вот. Только мне сначала нужен что? Нужен уголь. Я думаю, что нужно переехать в эпикрате. Там как раз есть кузница и, возможно, это означает, что для него материалы завозят. Так, пока мы все это будем мутить, я все-таки посмотрю вот сюда, наверное, на статистику. Смотрите, у меня 18 пленных от этой империи. У них только два моих плена. Потерь у меня больше, но, блин, 18 пленных. Удачные рейды 11. Если мои не затащат, то это тоже баг. Я, наверное, если прям начну жестко сейчас проседать, то я откачусь в сохранениях. Вот с остальными пока мир. Пусть мои сами разбираются с ними, короче. Уж эксперимент такой. Так, мне вообще, ну, то, что я знаю, это вот эти вот ножички бы купить мне. Но, смотрите, щиты я не буду расправлять, щиты расплавлять, переплавлять. Щиты я продаю туда, смотрите, у меня 15 штук. Ну, короче, много щитов, вон, 28 штук. Так, на 7 тысяч. О, идеальный баланс. Купил кучу этих ножичков на переплавку. Вот только почему-то здесь древесины нихрена не продают. Так, эти уже более дорогие, эти не буду брать. А, хотя вот эти вот еще можно. Для эксперимента. Ну и вот эти, просто сравни. Что из каких выплавляется, если что-то, то запомнить. Вот так вот, я думаю, да. А, дерево нужно. Ну, это такой-то город с древесиной. Вот здесь я вижу. Здесь. Древесина в Сибири. А в Балгороде железо, по идее. Ну, давайте к древесине. Тем не менее, у меня даже иногда деньги появляются. Видимо, они появляются. Ну, и, естественно, сейчас они исчезнут. Да, они исчезают. В принципе, да, в принципе. Можно успеть их потратить. Что-то я не понял. Нету тут ни хрена дерева. Это как так? Кто его скупил? В деревне только есть. Так, купил дерево, которое было в деревне. Так вот, мне уголь требуется на переплавку. Так. Па-па-па-па-па-па. Да, ну вот эти... Переплавка вот этой фигни. Четыре слитка даст. Ну, это дорогие ножички. Так. А вот эти тоже дорогие. Два таких, два таких даст. Либо... А, вот, вот эти вот, да, Пуджо. Выгодно, получается, переплавлять. Она, смотрите, все типы слитков дает. Даже очень крутые. Да, надо запомнить. И вот эти вот еще. Вот эти тоже выгодные, которых дохрена... Ну, отдыхать теперь надо. Да, ну вот, на то, чтобы отклонить войну с кузаитами, требуется дохрена влияние. А у меня его нету. Ну, получается, патовый слитат я не могу отклонить. Ну, и что они будут делать? Сейчас у меня начнут все отжимать. Ладно, посмотрим. Так, а я могу все-таки мир. А, надо дохрена влияние на это, я понял. Так, разбираю... Перековываю всякое оружие. Надеюсь, что... За него я еще получаю всякие рецепты. Мне нужно... Как я понимаю, докачать кузнечку до... До 25, что ли? Или до 50? Ну, вот сейчас у меня очень мало, только 11. Так, вот теперь... Мир с кузаитами. Все равно мои не хотят. Ну... Охрененно. Продолжай. А, нет-нет-нет, это заблоченное оружие. Нет, его нельзя. Это я чуть крутое не расставил. Хорошо, что мы чуть заблочим. А, пичфорки вообще дают древесину. Так, у меня аж заглючила кнопка паузы на записи. Но вроде все нормально. Так. Отлично. Теперь они хотят войну со серами. Ну, эту я хоть могу остановить. Последнее влияние потратил. Так, ребенок подрос. Социально. И вкачать. Да, социалку у нее. И тактику. Так. Самое выгодное, атаковать дживелины. Но у меня нихрена не разблокировались новые рецепты для них. То есть я их сейчас не могу делать. А, еще говорят, что выгодно двуручные мечи делать большие. О, кажется, у меня что-то для них даже. Да. Вот. И делать, типа, все максимально большим. Но для этого нужна... Нужен уголь, которого у меня нету. Ладно, сейчас поедем. Блин, че ж тут нету, Эй-то? Древесина это, зараза. Как так? Закупил. У меня, благо, в инвентаре много всего я налутал. Так. У меня тут пати распались. Надо заново собрать. Так. Ну и че? По поводу двуручного. Я уже могу что-нибудь? Опять пропали эти баги, короче. Ну-ка. А, тут суперсталь нужна. Да. А, нет. Вот это вот у меня есть. Так. Вот я что-то могу выковать. Давайте максимально... Большое. Сделаем сейчас потом, сколько он будет стоить. О, до двадцати пяти заодно вкачал. Крафт. Two-handed sword. Вот, тысяча че стоит. Дешево. Ладно, разберу. Я прокачаю, чтобы больше угля получать. Потому что он постоянно... Двойные ставки от турниров. Не, не то. Но вот меньше потери по морали от... Бандитов. Вот это. Так. Еще меч покруче. Там кое-какие части более высоких тиров. Что они тут заглючили? Так, еще. Все, устал. Вот крафченные. Скрафченные. Тысяча триста... Ну, дешево. Ну, ладно. А, еще пики. Пики я слышал. Выгодно. Так. Посмотрим. Что ж так медленно качается? Зараза. О! Более выгодный этот переплав. Ну-ка, пики. Поскольку я сделал. Блин, ни хера не вижу. Крафтед должно быть. Вот. Да ты что, издеваешься? 190, 205, 210. А, это two-handed пол-арм был. Может быть чистую пику. Может вот так. Ни хрена не прокачивается. Что ж там? Так. Чистую пику. Это, вот. Блин, не, вообще по 50 монет стоит. Вообще не выгодно. Но зато ее можно разобрать. Что это на... Не понял. Она что за... Вообще не понял. Забаговал? Не, ну это не моя вина. Слушай, если она забаговала. А, нет. Они тут как-то странно показываются. Просто видят ватон. Так. Мир теперь... Все хотят. Ага, с Восточной Империи. Напросирали, 4000 у меня осталось. Да хрена пленников. Все насливались. Да, теперь мир, конечно. А с Кузаитой? Тоже не могу. Охренеть. Не могут, не могут мои без меня. О! Я новую часть разблочил, когда вот эти вот металки разбирал. Короче, тут шанс есть что-то разблочить, когда ты разбираешь. Типа рецепты новых частей оружия. Есть еще моды, облегчающие эту кузнечку, убирающие усталость, или там по-другому она формируется. Но я пока без них, я пока все на оригинальной играю. Ванильки. Ну, ванилька, это так называется оригинальная версия. Без всяких там... До 33 уже вкачал. У меня уже заканчивается то, что я могу разобрать, но какие-то новые рецепты периодически всплывают. Блин, надеюсь, они мне тут не помешают. Ну все, практически. Все, все переплаты. Мне надо дживелины. Ну вот тут но. Еще не изучено. Можешь их надо расплавлять почаще. Так, я, наверное, в гарнизон переймем еще самую часть людей, чтобы их не кормить постоянно. Кого-нибудь с собой, только оставлю каву, блин, она не грузится. Так, чисто каву себе загрузил, там по 50, под 50. Конечно, мои все потеряли. И даже и пикрате ее потеряли. Варчик, все. Анира только здесь одинок стал, здесь потеряли. Но у меня выбора нет. Прошлось игру перезапускать, и тем не менее, все равно некоторые штуки, некоторые позиции не грузятся нихрена. Охренеть. Как вот это играть? Блин, ну я просто трейдить не могу. Я просто не могу трейдить. Мне что надо, я не понимаю. То есть, вы представляете, вот так вот мне надо. Охренеть. Что-то я закупил, даже не знаю, что до конца. Мы сейчас потеряем, вообще все нахрен. О, я могу мир с кузаитами заключить за 2 в день. Пленников. Ну, у кузаитов больше осад. Давай, наверное. Влияние не так уж и много требовалось, потому что все замер с ними. Хотя бы я город себе еще один сохранил. Попробовал графику уменьшить, еще что-то обновить, все равно, блин, не грузится эти хрени. Вот какой баг словил. Вся карта почернела. Охренеть, даже перезагрузка не помогает. Так, я отключил все моды, еще раз перезапустил игру, выполнил проверку файлов в стиме. Но все файлы на месте, ничего не потерян. Все равно, зараза, не грузится. Ну, хотя бы вроде... Болин. Конечно, теперь намного медленнее по карте, передвигаясь даже на максимальной скорости. Вот метательный какой-то накупил. Хрена с ним не получил. О, перезапустил с модами, короче. Потому что, ну, невозможно так медленно играть. Во. Теперь прогрузилась. Надо вот эти бахрени мне... Так, в общем, поохотишь на бандитов. Ну, хер на них поохотишься у меня, превышение веса. А, или стадо, точнее. Стадо, похоже. Так, купил дыхание ножей, буду переплавлять. Блин, ну, я их разбираю и ни хрена даже не получаю. Новых рецептов. Мои опять хотят оббить войну ботанией. Ну, валяйте. Двуручие начинаю. О, че-то разлочил. Вроде даже... Я разлачиваю для других. Ну-ка. Для дживелинов бы. Блин, да. Че-то разлочил для дживелина, но еще не то, что мне нужно. Опа. Опа, пошла жара. Слушайте, а посмотрите, скрафченное-то. 16 тысяч, 20 тысяч. Сейчас мне не имеет смысла, конечно, их продавать. Пока. Но... Это уже хорошие сигналы. Это мне нравится. Блин. Вот даже вот чуть-чуть бабла нету. О, в кузнечке че-то прокачалось. Так. Ну, тут все довольно просто. Увеличить шанс на изучение чего-либо на 100%. Это то, что нужно. Без вариантов. Я, знаете, наверное, как по-хитрому сделаю? Я просто кучу всего скрафчу и поеду переубеждать каких-то лордов. И... Потому что деньги везде продавать, ну, это я хрен найду столько. То есть тут в городах я максимум видел там 50, может быть, 60 тысяч, но не больше. Вот поэтому я просто с ними затрейжу вот на скрафченное супероружие. Хотя почему супероружие? Это хрена времени. То есть тут получается по местному времени это несколько лет на кузнечку. В реальной жизни тоже, если вы сколько-то лет какому-то ремеслу уделяете, то вы становитесь в нем все лучше и лучше. Там если десятилетие, то это вообще мастер. Коех очень мало. Единицы на весь мир. Так, еще закупаю. Этих штук. Кстати, как раз. О! А может эти вот купить? И вот эти. Я как раз их смогу купить на это. Как она называется? На двуруча. Так. Ну а вот теперь посмотрим. Ну-ка, гарпун. Ни хрена я нового не изучил. Могу скрафченный меч. О! То есть я даже с разбора скрафченного меча что-то новое думаю. Это хорошо. Короче, чем качественное оружие, которое я разбираю, тем больше вероятно, что я что-то новое изучу. Но вот эти я разбираю вообще с них нихера. Я в конечном счете не изучаю нового. Ну, для изготовления двуручных нужна, конечно, вот такая сталь, а у меня ее нету. Сталь, точнее. Так, ну ладно. Вот так вот попробуем. Так, два двуруча готова. Интересно. Да, эти дешевенькие вышли. Потому что материалы крутые закончились. Да, вот эти они беспонтовые, короче. Ножи, даже за них опыт не растет. Попокупаю я какие-нибудь тут одинарные штучки на разбор. Может толку с них больше будет. Ну вот. Сталь нужна. Сиак. Сиак. Чуть все равно не крыль. Накрена, блин, нормальных рецептов не выпало. Ну вот все, я продаю. Что-ка могу. Но это сумма можно чем-нибудь купить. Топор какой-то. Крутой. Давай посмотрим. Ну и что? Ну разобрал. Что-то разлучил. Так, ну у меня штраф к скорости из-за стада все-таки. Но парадокс в том, что если я продам стада, блин. Вот эта вот вся хрень тоже потеряется. Ну вместимость. Попробую на базе. По фарме. В авторежим. Блин, у них не то выпадает, что мне нужно. Так, опять мои пати разгромили. Я их делаю. Так, и в моем городе, в Балгороде, наверное, сюда сложу все лишнее. Чтобы не таскать. Все, херт почти нету. Попробую. Опять эта хрень началась с подгрузкой. Фальшионы слутал. Копье. Ну и с ценного все. С этих вообще ничего с восьми. Ну так-то их догоняю. О, тут много даже их. Сразу кучку. Сразу тут бывает так, что я могу кого-то завербовать к себе. Из потерь. Мало, конечно, оружия. Вау. Сейчас жесткая битва была. Там у них 70 получается. Мудаку. Блин, нихрена не вижу кого. Ладно, разгромил. Давайте теперь поедем сюда. Так, мои, кажется, захватили замок. Впервые за игру. Какие молодцы у ботании. Так, ну, поразбираем. Что-то быстро выносливость прям заканчивается. Так, ну получил левел. Что-то разлочил. Ну, естественно, на кузницу. Короче, херня полная по оружию. То ли мне надо армию обратно собирать. И идти что-нибудь штурмовать. Может, там побольше крутого оружия выпадет. Кстати, у меня тут... Вроде появилось побольше всякого. Кстати, интересно, вот эти вот дживелины. Что на них требуется в теории? Ну, тоже вот эти вот все. Ладно. Опа! А гарнизон-то и пропал, мой. В Сибири. Кто-то свистнул его. Походу, они сейчас на мои войска-то и захватили этот замок единственный. Потому что вот в другом городе тут... Я бы не тот гарнизон, который я оставлял. Там 300, блин, отборных человек было. Больше 300. Ладно, поедем к своей армии. Надеюсь, они меня дождутся. Так, армии, я так понимаю, больше нету. Так, ну, наверное, придется начать продавать что-то. Так. Этот меч я тоже тогда разберу. Хотя, блин, какой-то... Это особый меч. Не хотел бы. Что-то я изучил, но только одну фигню. Так, great sword. Ладно, лук продаю, потому что мне нахрен не нужен. Вот это вот. Не понял. Так, 5000. Тыща. Тыща. Так. Может, деньги все равно потом исчезнут надо до конца. Ничего, разбираем. Что-то я получил. Так, еще. Еще. Блин, дорогущий меч. Что, ничего не получаешь? Ну, вот. Для дживелина все равно нихера не получила. Зараза, а? Так, а может, two-handed polar? Если вот на это только крафт. Без вот этих вот дорогих материалов. Ну, вот так вот. Ой. Размер. В принципе, этих материалов у меня дохрена. Ну, сколько стоит? Скрафт. 89,96. Ага, охереть. Так, а двуручники? Ну, без редких частей, наверное, дешманские получаются. Ну, да, пару тысяч. 100 торговли прокачал. Кстати, вот для снаряжения лучшие цены. Наверное, я же сейчас буду снарягой торговать. Давайте сравним. 13. Ладно, вот это 1758. 1930. Да, лучше цены стали. Все правильно. Ну, и теперь скрафтим я выбираю. В надежде, что... Да. Какие-то рукоятки я нарушу. Что-то еще изучаю. Может, какие-то эти ножички покрафтить. Что-то другое может даст другой результат. Даггеров можно мощно накрафтить. Ну-ка. Ну, стоят они, конечно, ничтожно. С жевелинами я, может, все-таки туплю. Может, тут... Нет, у меня вот не разблощена одна деталь. Эти, может быть, можно никакие не делать, а вот здесь что-то нужно. Булаву. О! Булава, кстати, получше стоит. Но все равно дешево. Какая-то выручный топор. Ну, блин, дорогие эти на него тратятся. Ну, зато скилл, слушайте, кузнечки очень сильно прокачался. И стоят эти топоры, да хрена. Ну-ка, разобрать. Да, вроде какие-то... О! Вроде что-то новенькое получаю. Короче, наверное, имеет смысл самые крутые выручи делать. Да, очень быстро кузнечка растет. Ой, я даже разблочил что-то на этапе еще ковки. Так, даже пока не буду продавать. Ой, подожди. Я до хрена, короче... Да, двуручи сковал, до хрена разложил. 70 тысяч. 70 тысяч это двуручи стоит. Меч Всевластия. Так. Мне для дживелина вот... Опа! Неужели получилось? П-п-п-получилось. Да. Походу... Надеюсь. Стоят они очень дешево. Так. Подожди. Еще раз дживелина. Так. Самое крутое, самое большое. Большое нужно для увеличения сложности изготовления. Хоть мы получаем штрафы, но это не важно, если мы для прокачки. Если мы делаем чисто для себя снарягу, тогда да, тогда нужно делать вот в рамках нашего скилл-левела, чтобы не получались дебафы. Но для прокачки мы пока прокачиваемся как бы... Нам только так. Ух ты, да хрена бустит. Все. По нулям выдохся. Ну-ка, и сколько стоит эти дживелины? Ха-ха-ха! 125... 121 тысяч. Вот на них мы и будем переманивать лордов. Я их могу, конечно, разобрать, но зачем? Кстати, у меня еще что-то новое разлучилось. Но у меня сейчас уже... У меня сейчас уже... Чем больше изготавливают, тем больше разлучится. Но у меня сейчас уже закончится. Вот эти вот дорогие штрафы. Все, они закончили. Надо посмотреть, что их требует. Что их требует? Есть такое слово? Если я сказал, значит, есть. Во! Вот этого я могу до хрена еще... Здесь сколько такие стоят? Вот давайте проверим один один. Во! 121 тысячи все равно. Все, это успех. Все. Теперь врагам уже деваться некуда. 100%. Кстати, надо что-то прокачать в кузнечке, да? Да. Опять я прокачаю... Шанс изучения новых частей. И следующее. Это шанс 10% сделать более лучшее оружие. Даже если... Ну, сложно это... Не знаю, как я объяснил. Ладно, нормально. Она у меня максимально, кстати, прокачалась уже. Ну, не хватает навыков. Так. Мир с ботанией. Ну да, блин, у меня 3000 осталось. Надо сейчас, кстати, посмотреть, что с кланами. Просто их мало или их там переманили. Так, кто владелец... Замка. Пускай сами там они что-то захватили. Они сказали, что я все, конечно, просрали больше. Потому что у меня численность была... Там 6000 или 7. Но делать нечего. Нет, слушайте, с кланами все не так плохо. Отношения хорошие. Я думаю, у меня все остались. Просто их война очень сильно истощила. Вот с этими разве что. С одними отношения не очень. На них потрачу. Все. Нормально. Так, ну что там мои дживелины? Нет, этого у меня нету. Причем, кузница все равно растет. Хоть у меня уже и нету. Как быть, на что ее расти? О, можно еще вот такие дела. Хотя особо смысла нету, но... Почему бы нет? Так, кузница, видимо, она даже так может расти, но только со штрафами. Это увеличивает выносливость. Это на кузнечку. А это на переплавку. Ну и то, и то нужно. Ну. Давайте. Ладно, на эту. Рефайн. Да, теперь я так смог гораздо больше изготовить. Ну, с этим перком, в смысле. Так. Сколько у меня денег? Я думаю, миллион накопим, и достаточно будет для убеждалкина. Вот сколько их тут, блин. Короче, я начитал 14 или 13. 15 примерно, плюс там 20. То есть тут больше миллиона. И больше, чем миллион 200. Я думаю, где-то миллион 300 или полтора. Можно еще сделать, чтоб наверняка. Так. Тут прям есть какая-то... Подожди, или это не она? Да, это она. Можно ее попробовать убедить. Короче, ее убедить не получилось. Сейчас поезжу лордов, посмотрю других. Не говорю, даже с сохранениями эта хрень не работает. Разрабы так сделали. Не получилось в первый раз, все. Ну, очень редко срабатывает. Нарвался на придурков из-за Вландии. Могу с ними за дживелины мир заключить. Они пусть мне тогда бабло дают. А, хотя нахер мне их бабло. Грязные деньги. Вон, пусть серебром. Так, еще я левел получил. Давайте кузнечку. И вот это вот. Потому что у меня в кузнечку дико не хватает. Я настолько крутой, что я могу чужих лордов переманивать. Ну, заключать миры чисто за подделки, которые я делаю. Это настолько крутой ремесленник, что просто они должны целовать песок, по которому я ходил. Так, Нулдена. Не понял. Че, его нельзя? Не понял. А почему его айтемы не интересуют? Только динары. То есть, мир заключать, значит, за дживелины я могу. А вербовать они не отказывают. Может, нужно подождать, пока оно с города выйдет? Как говорится, на поле брани дживелины актуальнее, может быть. Мои хотят с осераями. О, осераев, кстати, сил поменьше, но это тоже ничего не значит. Блин, как я долго этого придурка жду? Ладно, он, наверное, играет там в компьютерные игры. Короче, поеду к осераицам. Может быть, во время войны к вам-нибудь удастся от них переманить. С землями сразу. Кузаиты объявили войну. Нормально. С осераями, кстати, стоит заключить почему-то 600 динар в день. Странно. Так, еще одну попробовал переубедить. Почему у нее один человек только? Ты что, гонишь? Это что такое? Это как это? Сколько она хочет? Нихера. Сумасшедшая, что ли? Офигеть. Так, ну тут дальше прокачка навыков, которые к кузнечке, в принципе, не относятся. Я выберу силу туда. Вот эти у меня закончили. Я просто вот эти вот выставляю на максимум. Вот так вот. Все равно дорогие, дорогущие переверенные получают. Королевские. Правда, по три только за раз. Потом нужно отдыхать каждый раз. Ой, еще что-то в кузнечке. Уменьшается штраф к торговле на выкованное оружие. Надо сейчас со сервиса протестить. Так. Ну вот самый первый. 121 545. Ну-ка. Хотя, может быть, полезнее больше выковать. Сейчас протестим. А, не, ну да, намного дороже. Мне интересно, это влияет на способность, допустим, на вероятность лорда убедить. То есть для лордов это тоже дороже становится или нет? Ладно, пусть так будет. Хотя, блин. Тут в городах-то столько денег нету. Значит, я сейчас мог бы три дживелина делать. Ну-ка, а если я прокачаю все-таки выносливость? Давайте проверим. Так. Выносливость, ну-ка. Так. Так. Это второй был. Третий. Четвертый. Пятый. Да, мне кажется, на два больше дживелина выгоднее, конечно. Тогда выносливость оставляю. В конце концов, это в конечном итоге и дороже еще. Я больше, ну, заработаю так. Я, кстати, еще левел получил. Давайте еще кузнечку скачаем. О, она даже не поспевает кузнечкам. Кузнечка люто-бешено растет. Вообще дико. На ковке этих дживелинов. Я так могу ее до максимума прокачать. Там будет 5% шанс выковать супероружие легендарное. Так, кузнечка. Вот. Это нет, ну, это еще не конечный перг, но тут выбора нету. 10% шанс создать мастерское оружие. Так. Это типа, если даже, это, сложность очень высокая. Ну, я до хера, короче, наизготавливал. Слушайте, я думаю, надо съездить к кому-нибудь, попробовать все-таки переубедить, потому что это бред. Сейчас мне точно должно хватить. Так, наши теперь мир с кузаидами хотя. Насливались, блин. Я удачно попал. Под волной имперцев, идущих к замку. Сейчас попробую всех тут повлавливать, попереубеждать. Так, архона убедил. Только попробую мне, сука, отказаться. 5, 6, 7, 8, 9. 9 джавелинов. Все. Плюс 1. Блин, и тут практически нету никого из его семьи. Что он такой мелкий? Мелкая сошка. Ну, вроде у него тут много кто, но он понарожал. А взрослых, наверное, мало. Не знаю, не прогрузилось. О, со всеми 100 отношения, даже странно. Ну, хорошо. Короче, теперь новая проблема. Во-первых, я научился как лордов выцеплять, чтобы долго их здесь не смотреть. Каждый является, лидером не является. Надо так вот мотать и смотреть, чтобы у него восклицательный знак был. То есть задание у него есть. Тогда большой шанс, но не всегда, что он является лидером. Какой-то фракции. Вот. Вот это, например, не является. Но если такого выцепить, то часто он является именно лидером. В общем, никого не могу переубедить. Я уже лордов 7 где-то попробовал без отгрузок и ничего не получается. До этого без отгрузок вербовали. Сейчас перестали. Я не знаю, в чем дело. Бданийский какой-то придурок. Скорее всего, сейчас возникнет критическая неудача. Вот. Вот. Одно и то же. Я просто уже заметил. То ли это баг какой-то, то ли еще на третьем, короче. Выбираешь самый большой вариант. Где, ну, большой. Большая вероятность успеха. И у тебя критическая неудача вылазит. Короче, какой-то баг. Вау, сколько тут бандитов. О, блин. Нарвался тоже их больше, чем меня. Охренеть. Еще и поражение. Охереть. Ладно. Не, я отгружу сейчас нахер. Они пошли со своими багами. Со своей этой... Херней всей. Так, ну еще одного, кажется. Заграбаст. Опа, опять его нельзя. Ну, что за хер... А, ну, короче, я понял. В городах их нельзя. Их надо вылавливать на улице, чтобы это... Задживелины. В военное время, как бы, актуальнее. Так, одного на улице выловил. Да. Это повторный, когда его открываешь, убеждать. Там уже, как бы, сохранилось предыдущее убеждение. Ух ты, жирный. Сколько ему всего подавай. Придется сейчас опять крафтить. Сколько у него там хоть? Не поймешь. Ну, ладно. Ну, вон, да, побольше у нас 3 людей стало. Так, покупаю даже за один дживелин там еду, чтобы у меня про запас еще была. Ну, и надо еще, наверное, паковать. Так, мои хотят объявить войну. Империи. У меня 7530. И не такая уж и большая. Ну, пусть попробуют. Ну, я, кстати, в вражеском городе остался. Про меня забыли. А, нет, нихрена про меня не забыли, гады. Мои, кажется, отжали какой-то замок. Не знаю, сколько у меня еще отжали. Теперь мой мир хотят с ним. Эти силы примерно равны. Так, еще одного выловил на улице. Да ладно, сучок, а? Дживелины, короче, перестали нормальные крафтиться. Потому что... Ну, там открылись новые. Я делаю оружие более высокого класса, но оно оказывается хуже. То есть там прямо оно привязано к каким-то определенным комбинациям моделей. Цена высокая. Вот мне хватает его только, чтобы наполовину убедить. Жесть. Так, а может быть мне просто разобрать какие-то, чтобы вот эту вот сталь получить? Я надо, соответственно, вот эту вот хрень. А, нет, это тоже не то. Мне нужна вот эта. Мои отрегенлись и войну кузаитам захотели. Так, я еще левел получил. Подкачал кузницу, но этого недостаточно всего. Так, еще к науке. Да, давайте. Походу, это не работают перки, ну ладно. Ну, тут урон со скрафченного оружия возрастает. Режущий, рубящий, либо колющий. Ну давай колющий, мы же дживели начнем. Скоро мы вот этот перк, наверное, получим. Короче, все, вроде бы приступ перфекционизма прошел. Хочу ждать исправления от разрабов для игры, чтобы они поправили весь этот баланс. Потому что моды качать. Ну, либо моды качать. Пока. Пока. Пока.